господи благослови мы отправляемся в рулетку до дела со христом всегда хорошие а без бога ничего нигде не получится откуда дома сидим никуда мы где дом барнауле барнаула тайский мы вышли рассказать людям о христе кто не знает чтобы готовились к шествию что после смерти в аду не оказаться и к 24 что мы частное лицо мы частное лицо вы не на пановке сами нет не на пановке это строгий режим или общий а таки строгий режим ли уж а вам как ближе да я был на общем режиме на общем нас за слово за слово божие тискала советская власть последний раз тут было до мной восемьдесят шестом году уже а потом полная реабилитации возвратить все а у государства нечем и рассчитались недвижимостью вы если хотите больше узнать о христе заходите на наши ресурсы youtube называется открытым оком во свете библии запишите себе по ближе к микрофону вас плохо слышно у вас дома библия есть евангелие мусульманин мусульманин так еще мусульмане разве бессмертные они тоже умирают на суд то божий придешь кто тебя судить будет христос судья это даже и мамы м мусульманские знает говорит сын марии нас говорит судить будет и судить то по евангелию будет 1248 евангелия тяна я с мусульманами очень близко знакомых а вы коран считали коран коран знаете это не нам решать и не тебе не мне какие-то смехи не смехи эти так уж откровенно скажу но каждый идет по своей пути по своей жизни и как там будет так и будет и все чё естественно нет через такое хорошо знаю что такое есть плохо всего лишь в этой жизни чего надо хорошо быть с богом с богом хорошо не дает мне сейчас сказать без бога без бога один обман и человеку убийство как господь сказал ваш гордотец дьявол и хотите исполнять его похоти все друг друга обманывают правительство обманывает людей люди правители обманывают а с богом этого нельзя делать всякая неправда грех когда человек умрет то есть божий суд на перстике разврата как лермонтов писал и надо приготовиться к этому христос умер прощает грехи потому что он за наши грехи умер это самая благая самая добрая весть называется благовестие евангелие не работает вы слышали это а вы не мусульманин нет почему от на эту как назад ресурсы или как назвать на рулетку то набилось и процентов девяносто с лишним мусульмане а почему они тут все нашли они здесь мелькают лица не поговорить ничего нельзя это уж вы так остановились вот так у вас дома то евангелия нету это святая библия вот это единственная книга которая отвечает на все вопросы ничего не работает не работает да то что не то что вы говорите это ничего не работает он считает а это 7 она в один день и прорастает вышел сеять и сеять вот сказал а он даже не помнит мы однажды беседовали здесь вопросе они баптисты мы-то православные но и они с нами разница обучение это от еще этом царстве они уехали в америку кашнарчук фамилия их и вот николай пишет по радио то она сказать говорит мы горит как-то ехали на машине и за застряли там сломалась год они поехали туда а я остался один здесь ночевать ну и ходил думал и вспомнил нашу беседу в опрунзе а уже лет тридцать прошло я горит понял что мы не правы были тогда и я им представлял чистое учение возвещаем людям великую радость что христос дает прощение в грехах кто покаяться вы об этом слышали такой нет нет это написано в евангелии а евангелие это одна часть библии это вот библия передо мной вам видно нет вот смотрите подальше а вы что-то снимаете или нет да это говорится о том что на землю сошел сын божий родился девы марии и он умер за грехи людей иисус иисус христос и что получить прощение достаточно веровать во христа и он прощает но дальше живи по заповеди божьим люди предпочитают и слышу вот а люди предпочитают жить по своей воле а своя воля она куда приведет как арсений великий говорит на небе тысячи ангелов и одна воля а на земле тысячи людей тысяча воли каждый к себе тянет как бы одна должна быть как очень наш сущий на небесах того да будет воля твоя и на земле как на небе верующие это знают у меня вопрос а зачем вот это все здесь снимаете затем чтобы другие знали потому что многие нужно это можно где-то в другом месяце на какое другое место это самое место когда говорим о боге это везде мы мы проехали с благою вестью от владивостока до лиссабона у меня 38 книг вышли из печати я дарил библиотеки и мы все снимали везде а теперь люди на этом учатся это 650 городов мы прошли европу турцию скандинавию прибалтику и север я 650 библиотек свои книги подарил и мы везде все снимали вы знаете если закон снимать нельзя в пяти местах первое закрытое заседание государственной думы закрытое второе военные корабли снимать с военных кораблей там третье таможенная зона допустим из россии в украину там турцию и вот эта территория там не разрешаются и в армии тоже это по закону не разрешается четвертое и пятое это министерство электрификации и газификации все вот я допустим а пятое а пятое ну так это два министерства два министерства все остальное я допустим иду и милиционера снимаю он нельзя нельзя но и он не знает это 330 уголовный кодекс статья на него падает они все проиграли до одного процесса мы живем в российской федерации здесь законы другие 27 параграф гражданского кодекса то есть я имею право снимать везде где иду кроме пяти мест а в суде тоже спросить разрешение судьи тут так и так может быть было не ну ты еще можешь снимать тогда когда на тебя например нападают или чем такое а это разве в том же даже закрытом доме если нападает там и я не знаю что когда падает там кто нападать будет в доме кто нападать будет ну вот вдруг вот ну допустим ты все равно может снимать все равно не снимает когда не закрыты жириновский дерется там бобенку за волосы таскает все это показано мы говорим о христе что христос дал нам свободу свободу творить добро жить по заповедям божьим а люди этого не знают они знают и поэтому такая мечтают а раз евангелие читает некрещеная они крещены говорят как топор не тащеный он ничего человек тут не может сделать хап а я сделаю гордяк не верующий сделаю обман евангелия тяна 15 главе 5 стих написано христос год без меня не можешь делать ничего то есть творить вы можете безобразничать от добро нет это нельзя а бывает безбожник добро делает бывает забудется да и сделает добро а добро от отца света то есть один луч света проник него и мы сейчас дома да мы вы если хотите больше узнать запишите наш ресурс ю тубе называется открытым оком запишите открытым оком глазом да да в ю тубе открытым оком во свете библии открытым что это наш ресурс наш открытым оком открытым оком открытым оком открытым оком ок а ока глаз оком во свете библии во свете все начало все игнати лапкин а то я вы можете когда зарядить кроме youtube сайт к этим словам подставить на наш сайт зайдете я там отвечаю на тысячи вопросов это перед студентами в университете программам вы найдете ответ на тысячи вопросов ваших у нас очень богатые вот допустим youtube этот 13700 роликов наших тысяч мы с нуля до деревню православную строим я начальник был детского лагеря 45 лет без помощи государства тысячи детей подняли а власти не никак не помогают у нас лозунг такой есть что мы должны жить красивые в бедности никому не завидовать не роптать и молиться за правителей типа вы сейчас вот это вот сняли и типа вы сейчас меня зайдете в ролик но вы должны принять сами решение выбор говорится вы какой-нибудь язык знаете на страны нет у американцев поговорка маяк я чуюсь сделай свой выбор то есть со христом говорит христос говорит кто не со мной тот против меня серединки нету серенькой мглы такой нету господь ведь я предложил вам свет и тьму огонь и воду благословение проклятие жизнь и смерть избери жизнь зачем вам умирать с богом эта жизнь это радость наполнена все благодатью духа святого а человек который не верит богу не знает зачем вот они пьют курят там блудят это уже 36 лет наркоман с арена сошел он не нужен никому вы думаете мне сколько лет 60 наверно наверно 80 80 80 так я прошел сколько тюрем лагеря за слово божие нас садили гнобили а сейчас я реабилитируем политзакрещенный мы проехали по всей европе видели разных людей и везде верующие есть при ней младший был путешественник и плутарх такой же писал я прошел много государств встречал государства у которых нет границ я видел города у которых нет укрепленных стен но я не встречал народу которых нет денежной системы но я нигде не встретил такого дикого и грубого народа который не верил бы бога я вот допустим вроде как и верю тут не должно быть сомнения сомневающийся подумал морской волне поднимаемой и развиваемой да не будет не думать что-то получить мы же не просто верим а мы с богом связь имеем вот мы сейчас пошли вот решили зайти здесь у меня близкий брат умер и он как раз вот в этой системе заходил два раза наверное я стал просить он ушел а это осталось теперь дай мне господи этот талант чтобы в эту релетку зайти посмотреть вот сейчас мы говорим господи пошли нам добрых людей чтобы побеседовать вот вы уже по молитве на вас натолкнулись только через одну минуту мы уже на вас вышли а мы могли пролететь мимо почему это по молитве вы скажете да это случайно неверующий говорит случайно а я говорю нет я молился и молился и бог послал вас чтобы поделить это радостной вестью вот допустим потерян был ребенок где-то прошли годы а матери сказали он жив нашли она радуется ну конечно кто то был в плену радостно весь свободу получить так вот эту свободу христос дает нам в третяков да в третяковской галереи есть картина иванова он 20 лет и рисовал ну и кроме того другие явление христа народу это отдельная комната там он на берегу стоит и ан креститель 1 глава 29 стихи евангелия тянут вот агнец божий ягненок который берет на себя грех мира он пришел умереть за нас не за свой грех и он имеет право прощать другого выхода вообще нету сейчас мусульманином говорили не бессмертный умрете же ну да а раз умрешь ты на суд божий пристанешь осудить то христос будет надо решить сегодня со христом или а я никому не хочу так не получится почему потому что бог дал мне жизнь дал все что во мне есть дал землю солнце луну воздух так я ему обязан а господь говорит мне это обязательство ваше не нужно я хочу чтобы вы спаслися чтобы вы были дети мои вещи слышали слышали 1 февраля типа говорят типа это конец света что-то такое обязательно конец сегодня даже научно понимают накуплен накоплен там он говорит 1 февраля обещает конец света нет конечно никто не знает нет это не типа был отменен но он говорят нет нет перед этим еще в израиле должен вас воссесть в храме они еще храм не построили в храме сядет человек машеах который будет антихрист и он будет царствовать три с половиной года 42 месяца вот это в библии написано вот этой книге все естественно и не будет денежной системы будет начертание на лоб или на правую руку 666 но в этом зашифровка какая-то у каждого свой знак будет верующие это все знают будет война все нельзя будет ни купить ни продать пока человек не примет знак антихриста верующие к этому готовятся молятся которые не знают еще они туда и влетят а когда умрет там уже на суд божий от и рай третьего места нету в огне гореть вечно бесконечно или быть со христом в радости не скончаемый и вот поэтому я христе говорим примите христа уверуйте в него если вы уверовали мне-то от этого какая польза вы сами по себе живете а сколько вам лет 80 я уверовал 23 года мне 40 я еще дополню начать дело то что вы говорите от верующая в библии так написано вера от слышания а слышание от слова божия то есть правильно человеку веры именно вера появляется только когда он слышит слово божие вот о чем он сейчас это скажи криминам 10 главным 10 глава 17 стих это в библии написано то то есть правильно вера не от того что там увидел чудо или что там а именно услышал слово божие и этот росток падает на добрую почву если сердце человека и она возрастает с каждым днем в нем переходя от веры веру как апостол павел говорю я вас услышал я слышала такой рассказ один он был бы их приговорен по обвинению в убийстве а он я горит был рядом говорит ну обвинили его посадили ну и живот перед расстрелом и он понимает зачем я жил я горит слышал что за смертью есть другая жизнь на какая жизнь моя когда я такой я стал припоминать и вспомнил бабушка учила меня молитве очень наш сущий на небесах я не могу даже вспомнить и никто не говорит на следующей ночи я увидел еще несколько слов и наконец всю молитву вспомнил я стал молиться просить бога и там друг в верхах перерешили убийца настоящий был пойман а его освободили и он сразу пошел там в монахи или куда и жизнь его по-другому пошла это люди здесь только такие широкие есть такой рассказ один журналист ну коснулась написать как человек в одиночной камере приговоренный к смерти сидит но как это переживание то его когда я на свободе он пришел начальник тюрьмы ему хороший знакомый а нельзя ли мы что меня посадили в камеру то я посижу там буду слушать как там кричат и мне надо статью писать я журналист когда можно и оформил его там завтра тебя привезут сюда его привезли машине его подсадили там где кпз и привезли как осужденного написали бумагу ему его посадили проходит день два три они договорились на три дня никого нету он стучит а где начальник то какой тебе начальник сиди жди тебя к расстрелу приговорили он мужик понимает уже дело не шутка уже месяц его предупредил охранник потихоньку подошел и сказал сегодня ночью тебя на расстрел поведут он готов где начальник тюрьмы а ты ничего не знаешь так он же умер как умер да вот он за газету показал он понял никто не знает его по-настоящему считает и когда его вывели на расстрел а начальник стоит улыбается как так но ты просил пережить эти пережил теперь по-настоящему а теперь зеркало показал показала у него такая прядь белых волос вот теперь ты по-настоящему пережил чтобы пережить нам вот это состояние отверженности от бога это только на суде божьем будет на этой земле люди мучаются но еще солнце светит вода есть а в аду нету ни покаяния не воды и поэтому эту участь свою надо решить вот меня 23 года дали евангелие я покаялся обратился работал на море не то что там бывает беда человек у меня наоборот все хорошо и деньги и здоровье и работа и выход за границу будет а в душе покоя нету как только я уверовал во христа покой и мир обрел и вот уже пятьдесят шестой год иду этим путем очень классно так вы на наши ресурсы когда зайдете еще там уже зашел до форум форум вот под эти слова слова форум на форуме там 1600 тем если на сайт зайдете там я тысячи вопросов отвечаю там найдете фильмы про нас государственная а потом если вы заинтересуетесь ближе через youtube вот который узнали где-то зайдите и через скайп и в скайпе мы тогда поговорим напиши лапкин и гнатий хорошо вас как звать то антон антон да благословит вас господь ну до свидания пока храни вас господь до свидания богу нашему слава во веки веков аминь просим приходите подписывайтесь будете регулярно получать с нашего канала если вам понравилось наше видео одобряйте ставьте лайк а также поделитесь с друзьями о просмотренном в соц сетях контакте фейсбуке twitter и одноклассниках добавляйте в плейлист подписывайтесь на наш канал нажимайте на колокольчик это даст вам возможность узнавать о новых видео которые обязательно будут выходить на нашу а также смотрите другие наши видеоролики в нашем богатом видео архиве помоги вам христос злогам